Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. И позвонить в студию нам можно по телефону 71440-71450, а общаться и задавать вопросы сегодня мы будем начальнику Щелковского управления ЗАГС Галине Авдеевой. Здравствуйте, Галина Петровна! Здравствуйте! Очень приятно вновь видеть вас в нашей студии. Вот регулярно приходите, рассказываете, что же интересного у нас происходит в этом замечательном учреждении под названием ЗАГС. Еще раз благодарю и давайте, наверное, начнем с того, что все-таки Новый год начался, но есть о чем рассказать и, так сказать, об итогах предыдущего года, 2019-го. Давайте, может быть, начнем с того, что же происходило интересного в, собственно, в вашем учреждении в 2019-м. Ну, мне кажется, наше учреждение только по своему названию является интересным для граждан. Многое происходит там у вас? Наверное, нет ни одного человека, которому в жизни не пришлось бы посетить наше учреждение. Думаю, да. Все начинается с ЗАГСа, когда человек рождается, регистрируется рождение. Все этапы жизненного пути, браки, к сожалению, разводы и прочие интересные события также фиксируются в органе ЗАГС. Ну и заканчивается все тоже тем, что неизбежно ожидает в конце жизни. Поэтому, конечно, наше учреждение, оно обладает той информацией, которая необходима не только государству, прежде всего государству, но и непосредственно каждому человеку. В начале своего выступления мне бы хотелось сказать, что совсем недавно, всего лишь два года назад, мы отметили знаменательную дату. Органам ЗАГСа Российской Федерации исполнилось 100 лет. Наверное, не так много таких организаций. Но это только ЗАГСа Российской Федерации отмечает 100 лет. А сама история записи актов гражданского состояния, то есть тех событий, рождений, смертей, браков, разводов, она идет от петровских времен. Необходимо было как государству, так и непосредственно каждому человеку фиксировать те факты, которые происходят. И поэтому мы продолжаем свою работу. И я думаю, что она никогда в государстве не закончится, как бы ни назывались эти учреждения. Органы ЗАГС или кто-то, может быть, придумает более современные названия. И, конечно, подводя итоги прошедшего года, любая организация, вступая в Новый год, прежде всего завершает предыдущие, подводя итоги предыдущего года. Мне бы хотелось сказать, что для нашего учреждения год сложился очень удачно, как в плане зафиксированных событий. Статистика наша возросла. Количество актов гражданского состояния, зарегистрированных нами в 2019 году, увеличилось. И особенно приятно сказать, что увеличилось количество рождений. Все мы знаем и все мы очень рады, что на Щелковской земле построен такой замечательный перинатальный центр. Как старейший житель уже нашего городского округа, я помню старенький роддом, где родился мой сын. И как мы мечтали о том, что когда-то будет совсем другое помещение для того, чтобы... И теперь мы имеем один из лучших в Подмосковье перинатальных центров. И, конечно, в этом перинатальном центре рождаются детишки теперь не только с нашего ближайшего окружения, из городского округа Щелково, но и ближайших областей Московской области. А также очень много москвичей заглядывает к нам в перинатальных центрах. И регистрация рождения в связи с такой рождаемостью в нашем перинатальном центре сразу возросла. И за 2019 год зарегистрировано в нашем органе ЗАГС 3683 рождения. Мне самой было достаточно интересно проверить эту цифру. Мне казалось, что у нас никогда в Щелковском ЗАГСе не было такого высокого показателя по рождаемости. Мы храним архив с 1926 года. И, просмотрев эти записи, я была немножко удивлена, но, оказывается, в 1937 году это единственный год, который перекрыл по количеству рождений 19-й. Рождение было зарегистрировано 3789. Вот тебе и 30-е годы. 30-е годы, казалось бы. Ну, видимо, здесь сказывается то, что территория Щелковского района была несколько иной, чем она сейчас. Но, однако же, факт фактом. Так что мы немножко не дотянули до юбилейной цифры. Но, надеюсь, что 2020 год даст нам еще больше количества рождений. И мы, безусловно, их зарегистрируем и будем эти цифры сравнивать. Интересно знать, мальчиков или девочек. А всегда рождается больше мальчиков. Ну, так природа устроила. Мужское население, к сожалению, оно подвержено больше и вымиранию, больше умирает мужчины. Поэтому природа, она же очень мудра природой, распорядилась так, что рождается больше мальчиков. А потом где-то к середине жизни, наверное, уже уравновешивается количество мужского и женского населения. Интересные такие цифры. То есть вы еще и сравнивать можете, вот благодаря тому, что регистрируется, все фиксируется, да? То есть мы можем примерно понимать, какие годы бум, какие годы спад рождаемости, да, получается? Безусловно, да. На наших цифрах можно, в общем-то, прослеживать историю нашего государства. И сороковые годы военные, они сразу показывают спад рождаемости. Но когда я начну говорить о браках и разводах, я обязательно приведу те цифры, которые были в те военные годы, несравненные с нынешним положением. Но вернемся к рождению. Традиционно количество рождений мы связываем, всегда сравниваем с количеством смертей. В 2162 смерти было зарегистрировано в 2019 году. И мы видим, что в нашем городском округе Щелково картина по превышению рождаемости над смертностью, она, конечно, благоприятная. Что, опять-таки, за счет нашего перинатального центра. Говоря сразу о регистрации рождений и смертей, я хотела сделать акцент на том, что было нового в этом направлении, сделано в наших органах ЗАГС. Именно с 2019 года встал вопрос о том, что услугу по регистрации рождения надо приблизить непосредственно к роженице, к мамочке, чтобы она не тратила свое драгоценное время на получение бумаг. И выйдя из родильного дома, большинство уже документов имело на руках. И поэтому пришли к такому решению, что регистрировать рождение возможно не только в самом органе ЗАГС, а непосредственно в родильных и перинатальных центрах на так называемых удаленных рабочих местах. То есть наше Щелковское управление ЗАГС имеет непосредственно уже в помещении перинатального центра свой кабинет, где мы производим регистрацию рождения новорожденных детишек до выписки мамы из родильного дома. То есть ваш сотрудник напрямую приходит к мамочке, которая только что родила ребеночка, и говорит, что есть возможность сейчас все это оформить? Именно так и происходит. Притом мы имеем доступ, спасибо нашему, так сказать, содружеству с медицинскими работниками, когда сотрудник идет в палату. Ну, не в день родов, а на второй день по нашему регламенту положено посетить мамочку, когда мы начинаем сбор документов и предоставление уже, как мы называем ее, комплексной услуги по регистрации рождения. И очень многие мамы, значит, таковое положение дел было в Щелковском ЗАГСе, мы вошли в пилотный проект. И с мая месяца 2019 года мы уже осуществляли комплексную услугу при регистрации рождения в перинатальном центре. С 1 сентября 2019 года все перинатальные центры и родильные дома Подмосковья имеют такие удаленные места, и регистрация рождения производится непосредственно в родильных домах и перинатальных центрах. А скажите, да, можно я сразу задам вопрос, насколько активно сами мамочки пользуются этой услугой? И вот вы уже наблюдаете, как отзываются об этой вот такой, на самом деле, очень полезной услуге комплексной? Ну, безусловно, мамам это очень нравится, потому что кто же откажется, когда все документы, все то, что раньше приходилось ходить по инстанции, тебе принесут в палату. Но для того, чтобы получить эту услугу, безусловно, мама должна быть подготовлена. И подготовка эта начинается уже с посещения женских консультаций. Опять-таки, мы работаем вместе с женскими консультациями по информированию молодых родителей, будущих родителей о том, какие услуги доступны для получения в Щелковском перинатальном центре. Что для этого родителям надо подготовить заранее? Потому что даже такой вопрос, как выбор имени, он тоже для многих родителей становится актуальным. Не все родители готовы в первый, второй день после рождения ребенка. Да, 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 просто действительно многие еще с именем-то не определились, а уже надо записывать. У нас вот была такая ситуация, когда мама говорит, папа категорически не хочет называть ребенка, пока он его не увидит. Вот я посмотрю, и тогда сразу скажу, как его назвать. Есть такой момент, да. Да, поэтому это единичные случаи. А в основном, конечно, родители заранее знают и пол своего будущего ребенка и подбирают имя. Притом в подборке имен у нас сейчас все проявляют просто креативное мышление, я бы сказала, разнообразие в выборе имен. И для того, чтобы зарегистрировать рождение в перинатальном центре, необходимы только документы родителей. То есть, когда мама собирается в родильный дом, она заранее должна подготовить папочку с документами. Это паспорта родителей и свидетельства о заключении брака. Напоминать о том, что родители должны иметь свои пароли и логины для входа в кабинеты для оказания услуг электронных уже, госуслуг. Ну, сейчас, пожалуй, уже это не столь актуально. Да, молодые люди в основном подготовленные, владеют уже этой информацией. И самое главное для нас, чтобы они имели документы для регистрации новорожденного. Ну, так обращаясь к вот этим моментам, так сказать, наречения детей, то есть, когда дают имя, сталкиваетесь с какими-то, может быть, необычными именами? Статистика показывает, насколько часто называют классическими или что-то такое? Конечно, мы ведем такую статистику, потому что это и интересует как средства массовой информации, так и родителей, которые очень часто, когда они имя малышу своему придумывают, они спрашивают, а часто ли употребляется это имя, давно ли у вас уже были наречены с таким именем. И вот, насколько я уже замечаю, всегда больше изобретательностью в присвоении имен родителей девочек. Вот каждый свою девочку, свою принцессу хочет назвать, ну, самым необыкновенным именем. Поэтому здесь более разнообразное количество имен. Когда вот я подобрала, конечно, уже выборку сделала, что самые популярные имена 2019 года, это осталась София Софья с вариантом буквально. Все хотят мудрых девочек. Да, да, да. Виктория стала очень популярным именем имена, Ева вышла, да, 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 в одной из таких наиболее популярных. А интереснее всего, что редкими именами стали те, которые в былые годы были наиболее популярны. Ну, вот имя Наталья. Одна Наталья за 2013 год. Да, всех Наташи у нас теперь вот не будет. То же самое Людмила. Вот такое вот, мне кажется, красивое имя. Красивое имя, да, милое Людмила. Да, Ольга. Это оказались у нас в разряде редких имен. Тогда уже, когда родители придумывают что-то особенное, ну, вот особенное у нас было Микела, Мальвина, Фелиция, Глория и даже Луна. Луна. Да. Ничего себе. Вот мне интересно, какие фамилии и отчества у этих девочек, потому что всегда же как-то надо, чтобы гармонично все звучало, да, и вот интересно. Вы знаете, родители сейчас пользуются и справочной литературой, как-то обращают на это внимание. Хотя порой, конечно, когда называют каким-нибудь иностранным именем, и Николь Ивановна звучит довольно-таки. Ну, будем рассчитывать на то, что в будущем, может быть, у нас уже не столь будет по имени и отчеству величать. Ну, все равно, да. Тут, скажем так, фантазии, наверное, никто родителей не ограничивает. А вот имена мальчиков, они уже более традиционные. У нас Артем много лет идет одним из первых. Переди планеты всей, да. Да, и продолжаются у нас Артемы. Популярное имя Матвей и, конечно, Александры. Притом интересно ответить, что имя Александры как мужское, так и женское. Достаточно популярно. Я, готовясь вот к подборку в какой-то период времени, отметила, что даже больше девочек назвали Александровю, чем мальчиков. Буквально за две недели я выбирала имена, и оказалось, что девочек Александров в этот период времени было названо больше. Удивительно то, что сейчас фантазии родителей идут, ну, не только традиционные имена. Почему-то, вот я отметила, в 2019 году стали называть уменьшительными именами. То есть была у нас такая мама, которая, ну, категорически захотела назвать своего мальчика Митей. Когда мы сказали, ну, это же Дмитрий, да, ну, пожалуйста, полное имя Дмитрия, а там называйте уже его уменьшительное как «нет». Именно чтобы в паспорте было свидетельство Митя. Нет, я хочу, чтобы именно свидетельствием звучало имя Митя. Поэтому у нас был и Митя, был у нас Влад, ну, Влад это более такое традиционное. Была у нас Лиза, да, вот не Елизавета, а Лиза, да. У мальчиков у нас были такие имена, как Мили, Ной, ну, Ной, ну, ничего себе. И даже Митрофан. Слушайте, интересно, что при том, что есть Ева, не было Адама. Почему? Адама были? Есть, есть. И даже они не столь редкие, я их не назвала в числе редких. Обязательно были Адамы, а как же без Адамов? Да, ну, это ладно, бывает, что, знаете, сокращают какими-то числами и называют, и прочим, я слышала и такие случаи. А вы знаете, сейчас уже Семейный кодекс, в общем-то, запретил. Есть специальная статья закона, которая не позволяет при регистрации рождения использовать в имени ребенка числовые и прочие там знаки. Аббезиатура, например, да? Да, да. Двойные имена, да, идут. Но я не могу сказать, чтобы они пользовались особой популярностью, потому что, опять-таки, это, ну, не совсем наш стиль, наверное. Да, просто родители же должны понимать, что ребенку с этим именем, собственно говоря, жить всю жизнь, потому что, ну, меняют имена, но все-таки имя – это некий оберег, ну, так есть действительно, это то, что дано. А вот меняют, вы правы, потому что даже в возрасте люди приходят, ведь есть такая процедура перемены имени, хотя в это понятие входит как перемена и фамилии, когда, например, супруга по какой-то причине при вступлении в брак не взяла фамилию мужа, а со временем решила все-таки фамилию мужа иметь. Но в понятие перемены также входит и перемена имени. И когда, ну, уже в зрелом возрасте приходят и меняют традиционные имена, там, например, Марина, тоже там Ольга или что-то, по неволе как-то спрашиваешь человека, чем это связано. И люди связывают это именно с тем, что по жизни имя несет какое-то значение. И если что-то в своей жизни не устраивало, поменяв имя, ну, люди предполагают, что, может быть, они поменяют что-то и в своей судьбе. Ну, кстати говоря, знаете, как это действует на человека весьма убедительно. Человек сам себя в этом убеждает. Конечно, да. Поэтому, наверное, может быть, действительно эти до времени рождения, вот за этот период, мама, наверное, действительно должна понимать немножечко, да, выбирать имена, смотреть. Ну, а уж когда ребенок родился, тут сам Бог велел посмотреть на ребеночка и выбрать, там, может быть, из нескольких, которые приглядывали. И уже точно за эти два дня определиться и в органы ЗАГС заявить, что вот так и так будет. Да, ну, возвращаясь вот к нашей комплексной услуге регистрации рождения, ну, вот выбрали родители имя, готовы у них документы. То есть все готово для того, чтобы была произведена государственная регистрация рождения ребенка. И, производя эту регистрацию, вот, во-первых, чем хороша сейчас эта комплексная услуга? Те, кто бывает в органе ЗАГС, в нашем, видят, что у нас, ну, вы представляете, 3000 с лишним, больше 3500 рождений. И вся эта регистрация, она проходит теперь не в наших стенах. Нет родителей, которые ожидают, нет детишек, с которыми приходят. То есть услуга оказывается в тот момент, пока мама находится, мама спокойненько занята малышом, находится в палате своей. Мы производим регистрацию. И человек получает документ в удобное время. Даже, ну, в тех ситуациях, когда сложно маме спуститься к нам в этот кабинет получения документов, мы можем принести непосредственно в палату. То есть при государственной регистрации рождения выдаются, ну, прежде всего, конечно, как всегда я говорю, самый первый, самый важный документ у человека. Это свидетельство о его рождении. Следующий документ – это справка о рождении, которая предназначена для оформления единовременного государственного пособия. То есть, выйдя из медицинского учреждения, родители сразу передают эту справку по месту работы и получают непосредственно выплату в ближайшие уже сроки. Автоматически при государственной регистрации рождения ребенку присваивается, то есть сведения о новорожденном поступают в федеральную налоговую службу, и ребенку присваивается ИНН. Для этого родители не надо обращаться с какими-либо заявлениями в налоговую службу. Все это произведено будет автоматически, и эти сведения поступят в личный кабинет родителей. То есть все довольно просто, в общем и в целом незатратно совершенно неполно. Да, но я не буду говорить о простоте, потому что это те функции, которые органу ЗАГС пришлось взять на себя иных уже учреждений. И, безусловно, здесь предприняты были определенные шаги. Но если ИНН – это автоматически, то присвоение СНИЛС – это совсем другая история. А СНИЛС сейчас нужен новорожденному буквально с первых дней для того, чтобы оформить следующие уже услуги. И поэтому для того, чтобы оформить при регистрации рождения СНИЛС, были предприняты другие уже шаги. То есть в нашу структуру были приняты уже специалисты, как мы их называем, технические, которые получили доступ в определенную программу, которой владел либо пенсионный фонд, либо МФЦ, предоставляющую услугу по оформлению СНИЛСа. И теперь СНИЛС также можно оформить и получить при регистрации рождения. И даже материнский капитал также можно оформить уже непосредственно при регистрации рождения. Я не могу сказать, что оформление материнского капитала пользуется большим спросом непосредственно в нашем перинатальном центре при регистрации рождения. Ну, по той простой причине, что не всегда мама готова уже в эти первые дни думать о материнском капитале. Это дело может потерпеть какое-то время, тем более для оформления нужного и свидетельства о рождении обязательно первого ребенка. Но возможность такая также есть на нашем удаленном рабочем месте. То есть, в принципе, если мамочка собралась с мыслями, все собрала, кучу все документов, все подготовила, она приходит и все... Да, да. Притом оказание вот этой комплексной услуги – это не навязчивая услуга. То есть здесь есть право у родителей выбирать. Зарегистрировали рождение, получили главные документы, свидетельства о рождении, а дальше родители на ваш выбор. Хотите вы это все сделать сейчас? Готовы вы уже? Есть ли у вас для этого документы? Пожалуйста. И мы готовы помочь вам в оформлении этих услуг. Также идут вопросы прикрепления к детскому саду и к поликлинике. Здесь решается вопрос прикрепления через личный кабинет родителей. И, ну, в большинстве своем родители сейчас они грамотные, они все пользуются госуслугами, они могут сделать это сами. Но когда оформляется рождение, и мама находится в кабинете по оказанию комплексной услуги, и ей предлагают вот вам гостевой компьютер, пожалуйста, вспомните свой пароль-лагин, ну, войдите, мы вам покажем поэтапно, как прикрепляетесь вы и к детскому садику, и к поликлинике, и вы всю эту услугу сейчас получите непосредственно в этом кабинете. То есть это тоже доступ к получению услуги непосредственно, не выходя из родильного дома. Ну и последнее, к чему мы приблизились, очень важный шаг, то, что правительство Московской области дало такую возможность с 1 сентября 2019 года, это получение подарочного набора со средствами по уходу за малышом, либо компенсация, денежная выплата на закупку тех же средств по уходу за малышом. С 1 сентября 2019 года такая честь по приему заявлений от родителей для получения этой услуги возложена на органы ЗАГС. И теперь именно при государственной регистрации рождения в органах ЗАГС Подмосковья родители имеют право выбрать и получить до выписки из родильного дома подарочный набор, или если у них уже есть вещи для ребеночка, они могут заменить, и мы оформим им выплату в размере 20 тысяч рублей. Это делает тоже органы ЗАГС только при государственной регистрации рождения. То есть тут уже родители должны понимать, что если они не воспользуются, во-первых, не произведут государственную регистрацию рождения в медицинском учреждении, они лишатся права на подарочный набор, но не лишатся права на выплату компенсационную 20-тысячную. Если им не нужен этот подарочный набор, они могут заменить его выплатой, но в любом случае для этого надо зарегистрировать рождение в органе ЗАГС Московской области. Как вот замечательно придумали. Это называется «Если вы не идете в ЗАГС, ЗАГС идет к вам». Да. Поэтому все, что называется комфортные условия, сегодня, наверное, действительно для мамочек в перинатальном центре с точки зрения со стороны ЗАГС они созданы. Поэтому, дорогие мамочки, не теряйтесь, готовьтесь. И не просто к рождению ребеночка собирайте все, что нужно для его, так сказать, комфорта, но и для того, чтобы вам было комфортно затем получить все услуги, так сказать, не выходя из палаты. Но сейчас мы прервемся на небольшую рекламу о том, сколько было браков, разводов и другие интересные факты о нашем Щелковском ЗАГС мы узнаем после рекламы. Не уходите далеко, продолжим. Тема интересная у нас сегодня с вами, такие жизненные очень. И перейти хотелось бы к, опять же, может быть, небольшие итоги, подвести по статистике браков и разводов. Что говорит нам год минувший? Чего было больше? Ну, больше, слава богу, пока браков, но, к сожалению, совсем немного. У нас уже многолетнее количество браков, оно остается приблизительно на одном уровне. Ну, наш Щелковский ЗАГС, все местные жители знают его, и достоинства, и недостатки, может быть, и те, кто хотят в родных стенах зарегистрировать свой брак, они и приходят к нам. То есть количество приблизительно одинаковое. В 2019 году это было 1199, но чуть-чуть единичку-то 1200 не дотянули. Один кто-то не дошел. Да, в 2018 году это было 1295, немножко побольше. То есть приблизительно одна цифра. Ведь регистрация брака – это единственный акт гражданского состояния, который не привязан к месту жительства, подающих заявления граждан. Да, да. То есть вступить в брак можно в любом ЗАГСе Российской Федерации на выбор, вступающий в брак. И поэтому здесь широкое поле деятельности для молодежи, которые выбирают кто-то московские дворцы, кто-то, может быть, зарубежные страны. Притом мы сейчас живем в нашем современном мире, когда по определенным международным договоренностям все браки, которые заключаются и за рубежом, после определенной легализации, они и признаются Российской Федерацией. Поэтому препятствий нет. Выбор велик, все на вкус и цвет молодежи. Но, к сожалению, к этой цифре вплотную приближается количество разводов. Браков, напомню, 1199, а разводов 1112. Да, плотно приблизились, я могу сказать. Что же происходит? В этой ситуации радует только одно, что люди не перестают жениться, но в жизни все случается, и случаются и разводы, и потом опять новые браки. То есть процесс практически... Вспоминается рассказ Зощенко. Я тебе говорил, Володька, рано не женись. Да. Кстати говоря, насчет рано, по той же статистике возраста, вступающих в брак, да, безусловно, сейчас заметна тенденция, когда и женихи у нас заметно повзрослели. То есть наиболее таким популярным возрастом вступления в брак для мужчин это является уже далеко за 30, а то и ближе к 40. Но и девушки тоже не торопятся вступать в брак. Тоже за 25, а то и к 30 годам, когда случается первый брак. Поэтому вполне уже обдуманные решения. Ну, а почему такие решения не всегда вливаются в длительный брак? Наверное, сложна жизнь стала. Особенно жизнь молодежи, когда семейные неурядицы, семейные проблемы, они не позволяют долго и терпеливо сохранять свои отношения. Терпение в этом случае очень важно. Ведь люди должны понимать, что просто, наверное, само отношение к браку поменялось, да? То есть, ну вот, к самому вот этому моменту регистрации. Люди считают, что это как-то, ну, вот возможно и не обязательно. Вот я слышу, ну а зачем? Вот подпись и подпись, роспись и роспись. А что изменится? А ведь изменится. Да, вы знаете, у нас происходят и встречи со школьниками в стенах нашего учреждения, и клуб молодой семьи у нас действует, когда мы обсуждаем такие вопросы. Особенно у молодежи. Ну, наверное, они черпают где-то источник своих знаний. На просторах интернета. Не из наших, да, на просторах интернета и прочее, когда они напрямую задают вопрос. Ну и зачем этот штамп? Ну зачем этот брак? Нам и так хорошо живется, если мы любим друг друга, если у нас общая территория проживания. Для чего нам нужен этот штамп? Ну, брак, государственная регистрация брака. В чем смысл? Это в том, что отношения, они уже подтверждены. Государственная регистрация, они признаются государством. И с момента государственной регистрации брака наступают другие уже отношения, которые, ну, они уже, эти отношения имеют последствия юридические. Именно с момента заключения брака имущество супругов считается совместно нажитым. И в случае неприятности, развода или еще каких-то моментов делится уже согласно Семейному кодексу пополам. В нашей жизни об этом нужно думать заранее. Потому что, как я назвала цифры, редко какой брак сейчас доживает до золотого и даже больше. Поэтому обязательно надо думать о правовых последствиях. Как для супругов, так и для их будущих, а может быть, уже имеющихся детей. Поэтому именно все те названия, которые говорят, гражданский брак, еще какими-то, может быть, словами, ну, это то, что в обиходе применяется. А юридически есть один только брак, зарегистрированный в органе ЗАГС, подтвержденный той самой печатью в паспорте и свидетельством о заключении брака. То есть он называется юридическим? Или гражданским он называется? Нет. Гражданского брака такого понятия нет юридически. Как я всегда говорю, может быть, это не сильно красивое слово, но оно в суть отображает этих отношений. Это обычное сожительство. Мужчины и женщины проживают вместе, ведут общее хозяйство. На одной территории. На одной территории, с одним хозяйством, да. Но никаких правовых последствий такое сожительство не несет. Но давайте мы все-таки сделаем такой акцент. Правовые последствия – это не просто я хочу остаться с чем-то, после развода, да. А мы заключаем договор как два человека, которые несут ответственность за, в том числе, совместное проживание, за имущество, за детей и так далее. То есть это возложение некой ответственности. Но не секрет, что сейчас очень многие люди, особенно у кого есть, так сказать, финансовая составляющая неплохая, многие говорят о заключении брачных договоров. Есть такая вот у вас? Конечно, но это только не та услуга, которую оказывает органы ЗАГС. Ну, это юристы. Да, брачный договор заключается и подписывается нотариусом. Его можно заключить как до вступления в брак, так и после вступления в брак. Безусловно, в современном мире, в тех имущественных отношениях, в которые вступают мужчина и женщина, это важный момент. И к нему постепенно молодые люди, которые, я говорю, по возрасту своему, когда они вступают в брак, безусловно, каждый уже имеет свое нажитое имущество. И, может быть, хоть, ну, естественно, каким-то образом уже оберегает это свое совместное имущество. Поэтому заключаются брачные контракты. Ну, да, наверное, в принципе, люди уже понимают и о своих правах знают. Наверное, действительно, стоит просто задуматься об этом хоть немного, чтобы без обид, без каких-либо вот таких серьезных претензий друг к другу, заключив вот брачный союз. Ну, и безусловно, это будущие дети. Никто не отменял презумпцию отцовства. Только в законном браке, в государственном браке рождается ребенок, когда отцом автоматически записывается супруг. Не надо доказывать, не надо никаких там тестов и прочее. Когда есть документ о браке, значит, все, люди пришли к соглашению жить одной семьей и рожать общих детей. Ну, так вообще должно быть? Вообще в жизни, конечно, по-разному бывает. Ну, рождение детей, оно защищено государством. Даже те пары, которые проживают, не зарегистрировав брак, никто не лишает права отца установить свое отцовство. И я всегда говорю, что в Щелково у нас всегда очень высокая цифра в регистрации установления отцовства. В нашем городском округе сознательные мужчины, и даже когда живут вот таким, так называемым, гражданским браком, рождаются дети, они приходят устанавливать свое отцовство. У нас таких установлений в 2019 году было 451. То есть, понимаете, 1200 браков и 450 отцов, которые без брака признали себя отцами. Ай-яй-яй. Да. Ай-яй-яй. Нет, ну, все равно это хорошо. У детей есть и отец, и мать. Это главное, конечно. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, вот здесь как раз дело не в печати и не в каких-либо, так сказать, формальностях. У нас звоночек, есть в студию, наверное, гости интересуются какой-то темой, связанной с ЗАГСом. Добрый вечер, вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел поблагодарить за очень интересную беседу, за то, что такая тема поднится, так и очень много сегодня познал. Надеюсь, хорошего узнали. Ну, наверное, необычный такой вопрос. Вот на фоне вот этих браков, разводов, так, вот, значит, вот какие-то вот, ну, у меня просто конкретно будут договорить. Да, значит, прошлый год в декабре моим близким знакомым было 50 лет совместной жизни. Ну, мы их, конечно, все поздравили так в семейном кругу. Вот, ну, вот такой вопрос. А вот через органы ЗАГС или же администрацию можно как-то вот это дело вот отметить? Потому что 50 лет совместной жизни, это все-таки, ну, даже вот для тех вот молодых так, супругов, кто там вступает в брак, это очень, ну, вот. Неплохой стимул. Вот могли бы такой вопрос нам ответить? Спасибо за вопрос. Ну, мы плавно переходим как раз от темы браков и разводов именно к юбилеям супружеской жизни. Да, к тем, кто, так сказать, преодолел, выстоял. Да, с большим почтением, с большим уважением я всегда отношусь к людям, которые прожили вот такой немалый срок совместной жизни, и когда поздравляешь их в органе ЗАГС, вот, честно говоря, таких счастливых глаз порой не увидишь даже у молодых. Глаз, в которых уже все, которые пройдены годы, которые уже все преодолели. И когда остались вот два человека рядышком, которые друг для друга, это все, это целый мир. Вот это видно всегда. И поэтому мне предоставляется, когда возможность говорить с экранов, телевизоры, что мне хочется сказать, вот таким парам не все знают о том, что юбилей свадьбы 50, 55, 60 лет, они отмечаются в нашем государстве. И в Московской области постановлением правительства определенная сумма выплачивается, но такие люди, они должны заявить о себе. К сожалению, статистики, потому что, ведь вступали в брак не обязательно в Щелковском ЗАГСе, может быть, люди приезжие, где они проживают. То есть собрать такую информацию крайне сложно. Как я всегда говорю, чествование юбиляра в супружеской жизни, оно носит заявительный характер. Очень хорошо, когда об этом побеспокоились дети, внуки, сказали о своих родственниках, своих родителях, что у них юбилей супружеской жизни. Любой орган ЗАГС Московской области, да, я думаю, в стране с большой радостью всегда берется за чествование юбиляра в супружеской жизни. Когда ко мне поступают такие вопросы и спрашивают, а что для этого надо, чтобы вы нас поздравили? Я говорю одно. Ваше желание и ваша физическая возможность дойти до нас, или, может быть, вас привезут к нам. А далее мы готовы в любой удобный для вас день и час поздравить вас так, что вы об этом не забудете. В нашем красивом зале под ту музыку, которая, может быть, не случилась в тот день, когда регистрировали вы брак 50 лет назад. И обстановка, наверное, была не такая красивая. И когда вот это происходит, я вижу, правильно задал вопрос телезритель о том, что это отдача от того поколения, которое прожили эти годы, к их детям и внукам, которые видят уважение государства, оказанное вот этой супружеской паре, видят то, как вот их родители или дедушки и бабушки пронесли то, о чем вроде любовь, любовь, но любят. А вот это тот живой пример совместной жизни. И поэтому я всем прошу и говорю, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы поздравить любую пару. А не только в 50 лет. У нас и в 25 лет хотят отметить серебряную свадьбу, приходят к нам. Любое обращение мы обязательно не оставим без внимания, поздравим эту пару. Но в такой ситуации, как сейчас сказал телезритель, когда, в общем-то, юбилей уже прошел, но это не значит, что они лишились права на выплаты. Им обязательно надо обратиться в МФЦ, предоставить документы, паспорта и свидетельства о браке. И там все оформят как положено. Ну, это здорово, что действительно такие браки и такие союзы поощряются и являются примером, в том числе для молодежи. Да, мало того, что мы поздравляем такие пары в нашем Щелковском управлении ЗАГС. Всегда в городском округе у нас проходят красивые праздники в наш любимый праздничный день. Это День семьи, любви и верности. В 2019 году такой праздник прошел в поселке Фрянова, усадьба Лазаревых. Незабываемый праздник, он даже для меня оказался незабываемым, потому что, ну, во-первых, Фряновская земля, я настолько люблю вот эти наши красоты. Да. Да, и сама усадьба в таком виде красивом. И так устроено там было. Там были и варенья, и чаи, и мастер-классы по вареньям. Да, душевно очень. Да, я думаю, что тем супругам, которым довелось побывать на этом мероприятии, осталось на долгую память. Я знаю, что ЗАГС выезжает и для регистрации браков тоже в различные, так сказать, места, ну, утвержденные, да, соответственно. То есть есть такая у вас регистрация выездная? Да, модная тема выездной регистрации. Не всегда она молодежи понимается правильно. Я неоднократно акцентировала вопрос, что признается брак заключенный только в органе ЗАГС, но жизнь идет вперед, и ЗАГС понимает, что... И ЗАГС идет тоже вперед. Да, тоже идет навстречу. Ну, в пределах того, что допустимо. В Подмосковье вопрос выездной регистрации решен в определенных культурных усадьбах, музеях. Ну, к сожалению, вот в Щелковском районе, может быть, когда Гребневскую усадьбу наконец сделает, и у нас будет такое место, куда мы вынесем выездную регистрацию. Также мне хотелось бы сказать, что в Московской области на сегодняшний день существует два дворца бракосочетания. Один в Барвихе, один в Красногорске, которые регистрируют браки ежедневно, в том числе и по воскресеньям с 8 до 8. И в красивые даты, наверное, это можно сделать. Красивые даты мы все готовы регистрировать. Там, наверное, был бум. Я думаю, да, что одна дата, второе, 02-02-2020, она выпала на воскресенье. И здесь досталось именно дворцам, потому что мы, территориальные органы ЗАГС, по воскресеньям не регистрируем браки. Вот, поэтому в эту дату придется поработать им. А вот 20-02-2020, тут уже даже назвали дату, 4 двойки. Уже она определенное название имеет. Здесь, да, здесь, хотя это выпадает на четверг, в общем-то, не в одной день, но желающие зарегистрировать брак в эту дату есть. У нас традиционно люди выбирают красивые даты, хотя не могу не сказать, что лично проводила статистику, чем же эти даты отличаются от обычных дней. Ничем. Я знаю, что Грибоедовский ЗАГС даже ночью регистрирует браки. Вот интересно, когда-нибудь... Вы знаете, у нас уже сколько лет мы регистрацию проводили в новогоднюю ночь. И вообще, я думаю, что Подмосковье по своему креативному подходу к регистрации браков обогнало все регионы. Например, 30 декабря 2019 года у нас прошла областная акция, которая называлась «И лед, и пламень, и любовь», когда мы зарегистрировали 12 пар молодошонов на катке в городе Химки. Как романтично. Да, вот из Щелкова такой пары у нас не нашлось, которые рискнули бы встать на катке. Тем более, это был еще и понедельник. Но вы знаете, это было настолько мило, настолько... Оригинально. Да, да. Может быть, и не очень уклюже все это выглядело, но красиво. Я знаю, что еще одно красивое событие происходит в ЗАГСе. Это вручение паспортов нашим юным гражданам. И я так понимаю, что это тоже некий такой символический характер. Но все-таки приятно свой первый паспорт получить в торжественной обстановке. Ну и, соответственно, попасть в ЗАГС, увидеть вот это учреждение, так сказать, вот в таком возрасте, когда еще понимаешь, что вот, а дальше еще больше. Наверное, тоже это какой-то такой момент очень приятный для вас. Ну, я много лет пытаюсь перебороть у молодого поколения отношение к ЗАГСу как территории, где только свадьбы. Когда ко мне приходят по каким-то... на лекции, на экскурсии, я всегда начинаю разговор с молодежью с того, а кто знает из вас, что такое ЗАГС? Ну, все-таки, конечно, говорят, это свадьба, это шампанское, это вот такое-то. А я всегда говорю, нет. ЗАГС – это прежде всего хранилище, вместилище, начало всей информации, которая есть у человека от рождения до смерти. И в том числе, когда речь идет о вручении паспорта в этих стенах, то есть, ну, прежде всего, ощущается, ну, наверное, государственная значимость этого события, потому что все происходит в зале под символикой, где есть герб, где есть флаги, где звучит гимн, и звучит он уже не как что-то вот такое между делом, а действительно молодежь впечатляет это событие. Оно происходит настолько торжественно, и когда тебе глава вручает твой документ, самый главный, я думаю, что это запомнится на всю жизнь. И я, кстати, уже слышала от родителей, которые приходят и говорят, а правда, что у вас в ЗАГСе паспорта вручают? Я говорю, да, правда. Вот я хочу, чтобы именно в ЗАГСе вручили. Ну, потому что обстановка, нам не надо ее создавать, она у нас есть каждый день. Наш зал, наша музыка, наши ковры и стулья все-таки, конечно, это торжественность определенную навевает. Да, ну и ребятам, представляете, вот как запомнится этот момент, да, и все-таки действительно очень важный момент в жизни каждого гражданина, об этом и стихи написаны, и получение первого паспорта. Да, конечно. Да, очень здорово, конечно, что все это проходит, и что действительно вот эти записи актов гражданского состояния, они все, как говорится, вот здесь, и в любом случае ЗАГС в твоей жизни всегда присутствует. Я знаю, что хороший такой момент очень готовится, уже создается, уже в разработке. Это единая база, собственно говоря, актов гражданского состояния, которые будут действовать, я понимаю, по всей нашей большой стране. Что позволит эта база, так сказать, людям получить, сделать и так далее? Насколько облегчится? Ну, много лет мы в нашем Щелковском управлении ЗАГС создавали свою базу документов, хранящихся в нашем архиве. Архив Щелковского управления – это книги с 1926 года по настоящее время по регистрации всех видов от рождения до смерти. Это более полумиллиона записей актов гражданского состояния. Безусловно, компьютеризация, как в любом учреждении, начиналась вот с наших бумажных книг, вот когда мы их брали и... И уже все данные там. Да, и вносили в ту базу, которая у нас существовала. И мы этой базой много лет пользовались. Это тоже было на благо жителей, потому что, ну, не секрет, что в современной жизни необходимо каждому человеку иметь свой семейный архив. Но не всегда для того, чтобы в этот семейный архив получить документы, у каждого есть информация. Где же заключали брак бабушки и дедушки, где они родились и так далее. И когда люди приходят к нам, и мы, щелкнув, так сказать, мышкой, и войдя в свою базу, говорим, нам только фамилия, имя и отчество. Скажите, а мы все остальное найдем. Где, что и когда было. Конечно, это очень помогает. Ну, а когда это будет уже в рамках Российской Федерации, безусловно, когда не надо будет писать и ждать ответов на запросы с территорий нашей огромной страны, это облегчит во многом, конечно, получение документов для граждан. Я вас благодарю. Очень познавательная беседа. И дай бог, чтобы ваше учреждение продолжало вот эту важную работу с населением. Чтобы у людей всегда была информация. Чтобы они эту информацию вам также предоставляли. Чтобы все вы работали во благо. Ну и чтобы, конечно, свадеб было больше. Жизнь семейная длилась дольше. Детей рождалось больше. Смертность сокращалась. Ну и, в общем, всего-всего доброго вам. И спасибо вам огромное за работу. Продолжайте ее и в наступившем году. Спасибо. Это была программа «Диалог». Я Лилия Тимми. Вы сегодня общались на очень интересную тему. Ну и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова